Значит, в одном случае это динамика, в другом случае статика. Всё из той же самой серии. Ничего нового принципиального нет. И тогда все вот эти три слова, которые Ка это Ба, Ла, Ла это Ка, Ба, Ба это и так далее. Тройка крутится, а смысловые оттенки, они возникают не из содержательной информации, из согласных. Они придают окраску той информации, которая передается согласными. Поэтому полное понимание текста извлекается из всего контекста, при ориентации на вот эти точные обозначенные позиции, которые несут смысл. Вне этого смысла окраска ничего себе не представляет. То есть смысл это замысел. Конечно. А замысел оттуда идёт. И поскольку замыслы разные, у него разные окраски, разные цвета. Естественно. Там ещё тоньше. Ну это надо всё читать. Я поняла. Это всё вот времён созывающих. Весь смысл душа Ка Бала. Это эзотерическое древнейшее учение, которое было известно в Древней Египте. И оно записано на досках. Можно ещё раз искали. Ка это вот какая душа? Эмиссия. Рассеяние. Рассеяние. Оно и сам звук так. А Б Б удар. То есть вот взрыв вот. Так потому что ударилось. Значит сначала Б, а потом Ка. Сначала Б. А потом Ка. Идея пришла. Ба. Ба. Попала в точку. Даже мужок такой призывал. Ты гадал Ба. Матюшки мои. А я говорю ещё. А. А. Да не А. Это Ба. 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 У нас все представления. А вы не знали Черняева Анатолий Фёдоровича? Черняев Анатолий Фёдорович. По саженям. Был такой человек. Я его в Индию мы с ним ездили. Я успела познакомиться с моим индийским учителем, архитектором. Нет. Видите. Я вообще-то практически мало кого знаю. Я сижу в своей интерьерке. Ой. Спасибо вам большое. Когда волны какие-то побежали, я на них отреагирую. А. Так что, Олечка, вы волна, на которую Игорь Павлович отреагировал. А можно я вам немножечко расскажу, что у меня как-то накопилось? Торгового взорвётся. Потому что я взорваться готова. Хочется сказать немножко, основу того, чему меня учили в Индии. Да. Во-первых, ну просто вот, знаете, так прямо один к одному, то, что вы говорите. Мне очень сложно даже сказать, где не так. Ну, конечно, мне невозможно рассказать, как вы говорите, но простыми словами. Простыми словами мне было объяснено так. Я. Это было моё первое, как бы, открытие для меня, да. То есть, ну, ещё проще. Короче говоря, я изучаю веданта. Веданта – единое начало. Адвайда. А. Нет. Двойственность. Нет. Двойственность. Единое начало. Адвайда. Это часть веданты. Учение веданта, которое из Индии. Учитель, который у меня был, он ушёл в 2011 году, значит, очень просил меня, чтобы я продолжала это делать. Лекции читала и так далее. Ну, продолжаю. Значит, он объяснял так. Парабраман, пара супербраман, суператом, он говорил. Но он говорит, атом параматма у них, параатма, атман. Как бы он говорит, атом, но не в том понимании, как сейчас мы думаем об атоме, да. Он говорил, что была светящаяся точка всегда. Всегда была. И это был параматма. Вот из него, он там как бы существует, и даже у него ни формы нет, ни объяснений, ничего, невозможно словами объяснить. Точка. Вокруг, даже вокруг слова нельзя сказать. То есть была пустота. Точка и пустота. Пустоту называют. Ну, я знаю, что это там по-другому. Ну, просто хочу выразить. А то я соблюсь. Значит, параматма, пустота, сунням, барам. Сунья, сон. Полностью забыто всё. И это в потенциале там всё как бы есть. Вселенные там, все люди, растения. Всё существует в потенциале. Это ночь Брамы. Ничего нет. Вселенной нет. Времени нет. Пространства нет. Только есть точка. Пара Брамы или Брахма. Брахман. Значит, пришла и опять простые слова. Идея пришла создать, испытать знания. То есть знания есть, а опыты нужно опыт получить. Взрыв произошёл. Как бы биг биг. Произошёл взрыв в точке. Точка взорвалась. Пошёл поток света. И стал заполнять. Наполнение пошло. Вот это божественный свет. Он стал вытекать из точки. В неограниченном количестве образовалась Вселенная. Светящееся пространство. Наполненное энергией мысли Бога. Ну, Бог это, мне сказали, ограниченное слово. Есть Бог, там, у них свои градации. Короче, и вот пара Брамы взорвался, грубо говоря. Образовалось пространство и время. Время и пространства абсолютно соединены. В этом есть решётка, вот такая прямые линии, идущие через всю Вселенную. И всё создано кубами. Кубы, 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 кубы. Значит, куб, само по себе, это состояние покоя. Полного покоя, где нет мысли. Мысли не существует. То есть, это состояние блаженства, где мысли не раздирают суть. В полном покое. Появляется мысль. Появляется в этом кубе точка. Струна света. Струна начинает вибрировать. Это танец Шивы называется у них. Так. И начинается точиться энергия света. Ну, любовь источается. Любовь. И выброс, ну, скажем, обычными словами, световой энергии божественной происходит от того, что возникает мысль. Причём, есть абсолютная вибрация у Вселенной, которая восьмёрками идёт. Восемь пульсов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Парабраммон пульсирует восьмёрками для того, чтобы создать Вселенную. Потом промежуток времени, который адекватен морганию человеческого глаза. Моргну. Следующие восемь пульсов пошли. В промежутках между восьми пульсами идёт рост материи. Материя зиждется только на божественной световой энергии мысли, любви. Всё вместе. Значит, форма начинает возникать только если есть наличие светового пространства, что есть абсолютная любовь, сад читананда, знание и блаженство. Значит, это рождает формы, которые являются, форма может держаться только если у меня есть внутренняя вибрация души, искры Божьей. Она держится только от того, что есть внутренняя Божья искра. Иначе форма разрушится. Значит, форма есть отражение мысли. То есть, Господь вложил мысль. Вот я родилась такая, меня назвали Ольга. Значит, у меня какой-то план там на жизнь есть сверху мне данный, согласованный с моей душой. И вот я держу свою форму только потому, что моя душа вибрирует, пульс опускает. Но когда беременная женщина с ребёночком, вот душа, которая внедрилась в момент оплодотворения яйцеклетки со сперматозоидом, в это время входит вот эта Божественная искра, которую они называют дживатма, душа. Она туда внедряется в это же мгновение и начинает пульсировать 8 импульсов, абсолютная вибрация называется. Это значит, пока мать беременна, ребёнок как бы полная благость, грубо говоря, ангел, скажем так. Когда мать рождает физически ребёнка, они смотрят по астрологии, то есть это древняя астрономия. Её назвали астрологией, потому что она живая астрономия. Они смотрят, что на горизонте с поверхности Земли в момент рассвета находится, какое созвездие. Потому что оттуда идут импульсы Божественной энергии с тех созвездий. Они начинают, грубо говоря, удаляют родившееся дитя, и вибрация изменяется, становится человеческой. Эта вибрация внутренней пульсации души становится человеческой. Их 27 и 4 звука у каждой, связанные с буквами санскрита древнего языка. Учитель мой говорил, что тамил был вперёд, таравидийский язык. Значит, 27 умножить на 4 – 108. 108 творящих звуков, лучей. У каждого луча, у него световая гамма своя и свой звук. Значит, они смотрят, какое созвездие сбило вибрацию Абсолюта, Любви Абсолюта, и стал человек. Забыл всё, что там, почти помнил. Родился вот новенький. Дальше. Происходит расчёт. То есть я должна, как архитектор и дизайнер, я должна знать момент рождения человека. В какой момент он родился. Где на земле он родился. Мне говорят, в таком-то городе, в такое-то время. Значит, есть расчёт. Вот это астрологический, ведический только, не другой. Они идут туда-назад, смотрят, что было в это время, какое созвездие доминировало. Какая энергия доминировала. Значит, допустим, я нахожу это, мне формулы даны. Я узнаю, по сути дела, грубо говоря, вибрацию души. Математически. Значит, дальше. Здание, которое должно быть построено по этим правилам, должно быть сосчитано чётко с определёнными параметрами в соответствии с вибрацией души конкретного человека. Или группы людей. Есть формулы, которые есть. Называется ай-я-ди. Ай-я – поиск источника. Ай-я-ди. Значит, существуют формулы, по которым существуют числа. Они называются… Это волновые характеристики. Они в древних листьях пальмиры описаны. И, значит, я должна взять эти числа божественные. Они распределены специальными рядами под каждое созвездие. То есть это частотности, которые оттуда идут, божественные вибрации. Я беру это число, умножаю его вот на эту единицу измерения ангула. У нас вершок-то был. Значит, вот это. Это называется ангула. Их несколько. В зависимости от разновидности человека, который родился, его принадлежности, к разным возможностям, которые у него есть. Но меня учили усредненное. Называется ангула. Я беру это число вибрации, которое я нахожу, умножаю на эту единицу измерения, получаю размер. Этот размер в древних, называется Клюпит еще, или Кишку Хаста. Две вот эти локтя. Значит, 33 дюйма. Я нахожу эту размерность. У меня есть пропорции, которыми я должна следовать в соответствии с этим учением, который один к одному, ширина в длине, 1,25, то есть четверть, либо 1 к 1,5, либо 1 к 1,75, либо 1 к 2. Другие пропорции они не признают. Значит, я нахожу, у меня есть длина, я нахожу стороны здания, периметр, в соответствии с этими пропорциями. Дальше они говорят, поскольку мы живем в материальном мире, мы ставим дом на Землю. Земля находится в солнечной системе, солнечная система в вечном пути, а он там дальше. Если мы начинаем привязываться к Земле, то мы привязываемся к космической системе. Привязываемся каким образом? Ищется только север не магнитный, а вот ось вращения Земли. Они говорят, что это световая линия, на которую чакры насажены. У Земли тоже есть эта линия, а через север проходит ось вращения. Значит, меридианы параллели – это решетка, духовная решетка Земли, светящаяся. Я должна найти север, не магнитный, а географический. Привязываю свой дом четко по этому северу, потому что так проходят потоки энергии Земли. Значит, я вписываюсь туда. Дом каким образом подбирается? Значит, периметр не просто так выбирается по человеку. Если я построю только по человеку, вот как мужик раньше мерял и своим размером себе избу ставил, это считается, что человек создает себе подобное. Свои вибрации, что у него там есть, он себе сделал копию. У него роста нет. Вот как у родилась, такой есть. А они говорят так. Нет. Мы хотим, чтобы вы приблизились к Божественному. Вы должны прийти опять к той Божественной вибрации. Вы сбились в момент рождения. Вы человек. Вас надо приблизить к Всевышнему. Каким образом? У нас есть расчет. Мы не можем ваше измерение брать. Мы должны это измерение по расчетам, специальным формулам подобрать под Божественную вибрацию. И выбирается такой периметр здания, который не соответствует вашему мере вашей конкретно, а он гармоничен с вами, он созвучен с вами, но он вас поднимает выше. То есть идет гармонический резонанс, как мне было объяснено. Внутреннее пространство, здание. То есть здание со своими стенами, потолком образует замкнутое пространство. Замкнутое пространство в соответствии с этим учением есть Божественная энергия. Сути мысли любви. Значит, если мы все правильно делаем, то мы начинаем гармонизировать человека с Божественным, следуя вот этим вот законам. И там есть еще модуль, который используется. Значит, что происходит дальше? Значит, созвучие. То есть периметр, который я... Там есть таблицы. Значит, я выбрала вот это число, умножила. Мне сказали, дом может быть там 12 метров, там на 24. Все. Хозяин хочет, да? Значит, я беру этот периметр и под него начинаю по таблицам искать, где у меня который периметр приближается к тому, что хочет клиент. Значит, когда я нахожу это приблизительно, да? Ну, у меня чуть-чуть другой размер, да? Связанный вот с этими расчетами. Я говорю, так, вот это самое ближайшее. Дальше у меня таблица, по которому я подбираю созвучие. Вот этих звуков, которые даны, еще таблица. Дом звучит с этим звуком. Человек звучит с этим. Их, допустим, несколько. Женщина берется первой. Потому что, если дом не подходит под женщину, а она в древние времена была хозяйка дома, все время работала там. Она не может, если дом не созвучен с ней, она болеть будет. Значит, сначала берется женщина по древним этими учениями. Потом мужчина. А идеально должно вместе все быть. Значит, их раньше не давали жениться кто как хочет. Они смотрели. Подходят у них их душевные как бы вибрации. Гармонируют они или нет. Резонируют. Там Брамин, он разрешение давал. Смотрит. Ага. Ты тогда родился тогда. Как бы вы что бы не делали, ну не будете вы созвучны. И слушали в древние времена. Значит, родители. Значит, дом будет созвучен с этой парой семейной. Дети уже рождаются, тут ничего не сделаешь, да? А они должны быть созвучны. Значит, что происходит с периметром? Я получила периметр. Поскольку мы в материальном мире. У них написано в этих листах пальников, которым более 10 тысяч лет, записано. А как бы вербально в поэтической форме передавалось намного дольше. И это пришло вот это учение конкретное с юга Индии. Они сказали, что был континент, который затонул. Находился он в экваториальной зоне. Они думают, что это доктор. Мой учитель говорит, что это была лемурия. Они так говорят. Значит, этот древний архитектор, его звали Майян. Майян.